Привет зрители! В свежем обновлении Райт Шадоу Ледженд завезли нового босса. Знакомьтесь, Призрачный Сёгун Акумори. В этом ролике посмотрим на данного босса, обсудим самые простые тактики для победы, чем этот босс такой особенный и как его победить. Начнем! Итак, помимо ребаланса сета каменной кожи, ребаланса некоторых даров и способностей, завезли новый данж, который вы можете найти в разделе Подземелья. Роща Призрачного Сёгуна. Это жуткая локация, где почивает энгейм босс. По сложности, ничем не уступающий Гидре или Роковой башне. Но зачем он вообще нужен? И так в игре несколько десятков боссов со своим уровнем сложности и набором способностей. Но этого мало игрокам, которые хотят больше. И вот, получайте, одного из самых сложных боссов игры. Акумори. С новым обновлением в игре появились эликсиры развития атрибутов бижутерии. И теперь развивать можно не только вещи, но и артефакты. Ещё одна строка для гринда в энгейм контенте. Но, соответственно, мы получаем только бонус к мощи чемпионов, что крайне полезно. Функция доступна игрокам после 38 уровня, так что новичкам это будет пока недоступно. Кстати, о новичках. Если вы заинтересовались боссом, но сами ещё не начали игру, открывайте описание. Там есть крутая бонусная ссылка, которая даёт на старте двух эпических чемпионов. Громобоя за регистрацию, Леди Квилин за 25 уровень прокачки, а также 200 тысяч серебра. После обучения вводи в игре промокод новичка дошпиль23чинору, чтобы получить чемпиона Чинору и 300 тысяч серебра. А также новички входите в игру 7 дней подряд, чтобы забрать легендарного чемпиона Артак. С таким набором чемпионов вы быстро прокачаетесь и дойдёте до 38 уровня, когда откроется этот босс. Забирайте бонус и врывайтесь в игру. Итак, что же этот сёгун может на самом деле? Так ли он сложен и как контрить его дебафы? И поверьте, дебафы у него очень сильные. Пройдёмся по пассивкам, так как тут есть о чём рассказать. У него есть набор стандартных иммунитетов, которые вы можете видеть на этом кадре. Из заметок лично моих. На нём отлично работает штраф скорости, так как на 24 этаже у него под 350 скорости, что впечатляет. Не каждый может так разогнаться. А также можно использовать слабость. Ещё поскольку на боссе не работает провокация, есть аналог «насмешка», чтобы переключать внимание босса на танка. Идём далее. У босса есть основная механика, которую вам нужно будет контрить. Это тень. При получении атак этот счётчик увеличивается. Но есть несколько условий. Если это слабый удар, то он прибавит 8 стаков, а если критический, то 5. Каждый стак увеличивает критический шанс и критический урон. А чем больше стаков тени на нём, то больше сопротивляемости он получит. Например, после 10 стаков он не получает урона от яда. А при достижении 40 стаков он полностью игнорирует защиту врагов. Основными атаками он фокусит цели, у которых наивысший показатель критического урона. А также раздаёт всем врагам самый подлый дебаф «Изнурение». И герой под этим дебафом наносит только слабые удары. Что потом сыграет злую шутку. Так как если он атакует чемпионов с изнурением, то распыляет этот дебаф по всем. А потом если чемпионы с этим дебафом атакуют босса, то он заполняет свою шкалу тени. То, о чём я и говорил. 5 и 8 единиц за удар. Поэтому нужно, во-первых, обогнать по параметру скорости босса. И как-то контролировать босса и то, какого чемпиона он атакует. Но тут у него есть серьёзная слабость. Если его атакуют пробуждённые враги, то счётчик тени уменьшается. Чем больше уровень пробуждения, тем больше атаки будут снимать тень. На данный момент есть две рабочие тактики, которые помогут победить. Так как просто закидывать сильными чемпионами – это обычная безысходность и верная тактика непрокаченных игроков. Но и ими тоже можно победить. Тактики, как я и говорил, две. Первое. Не получать дебаф изнурения вообще, посредством контроля. Насмешка нужна, чтобы контролировать то, кого будет атаковать босс. В начале боя набрасывайте насмешку на танка. И босс, получается, будет бить только его, не сумев наложить свой дебаф. Главное – это вовремя менять приоритетную цель босса, чтобы он не распылял свой дебаф изнурения. Остальные чемпионы в группе должны уметь немного подхиливать, давать щит и наносить урон. Соответственно, для этого нужны неплохие дамагеры. Вторая тактика. Суть в том, что при выходе из изнурения нужно очень сильно дамажить в босса и давать дебафы скорости, чтобы хоть как-то обгонять его. Для этого в команде должен быть великий восставший в сете каменной кожи с минимальным параметром скорости, чтобы съесть как можно больше атак босса. Максимально быстро бьете босса, пока ваши чемпионы без дебафа, затем ждете, пока проходит дебаф изнурения и затем опять фаза урона. И важно, чтобы у чемпионов были пробуждения, чтобы снимать тень. Для такого босса нужны очень прокачанные чемпионы и, что немаловажно, с подходящими способностями и пробуждением. Хотя бы у одного дамагера и чемпиона поддержки. На данный момент самый рабочий чемпион с насмешкой это новенький чемпион высших эльфов, посол Летелин. Он дает насмешку выбранному союзнику и отражение урона на два хода команде. И через него получается целая тактика. Ну и в бой берете чемпиона танка в сете каменной кожи. Самый простой из вариантов, кого можно использовать как танка, это великий восставший. Помимо того, что он и так кушает урон от атак, так и еще будет лечить команду. Главное не качайте ему скорость вообще, чтобы сет каменной кожи работал как можно дольше и он съел как можно больше атак. Да и вообще без сета из гидры он делает половину работы, а в каменной коже будет отыгрывать на все 100. На роль дамагера подойдет холодное сердце. Она будет сокращать шкалу хода Акумори, но и наносить урон в процентном соотношении от здоровья. Также сюда подойдет элитный гвардеец. Помимо штрафа скорости тоже наносит урон в процентном соотношении от общего здоровья босса. Заметьте, что чемпионам атаки и дебаферам очень нужна меткость, более 300 единиц, если вы планируете выйти дальше 20 этажа. Также критический урон и критический шанс, чтобы когда у вас будет фаза урона, вы смогли выжать из команды максимум. Если вы хотите играть через яды, то тут нужно грамотно подбирать чемпиона, чтобы накладывать как можно больше стаков. Самый такой простой вариант это уртиката. Она сама накладывает яды и если босс будет критовать, то дополнительно накладывает яд. Любителям выжигания здоровья я могу порекомендовать ниндзю. Прекрасный чемпион с отличным уроном и сейвами, которые дают сам себе. Главное прокачивать меткость и скорость больше 230. Если ловить удары босса, то он очень быстро разложит всем дебаф изнурения и накопит тень, чтобы быстро убить всю команду. Можно просто задавить массой и силой чемпионов, но дальше пятого или десятого этажа вы просто не пройдете. Какая экипировка будет лучше всего работать? Как я и говорил, танку просто необходим сет каменной кожи с минимальной скоростью. Чемпионом атаки подойдет сет расторопность и все, что дает критический шанс и урон. Если у вас нет таких сетов, ныряйте фармить и крафтить в кузне нужные сеты. Также чемпионом атаки и поддержки зайдет еще сет дополнительного хода, так что если у вас есть подобные наборы, вам повезло. Кроме этого можно экипировать чемпионом сеты на щит, чтобы поглощать урон от атак или сеты на критический удар. Но если на вас будет дебаф, то это бесполезно. Подбирайте сеты под сам билд. Ну и давайте пару тестов. У меня два аккаунта и можно собрать приблизительно похожие пачки, чтобы показать вам судьбу боя. Первый аккаунт менее прокачан, здесь во главе великий восставший. Также есть громобой, который будет урезать скорость босса. Плюс есть дамагеры с высоким шансом крита и ниндзя. Половина, так скажем, из нужной пачки есть. Босс уверенно распадается, но при этом моя группа очень тяжко живет без сета каменной кожи. В такой сборке вы не потянете больше пятого или десятого этажа. А вот уже бой на прокачанном аккаунте. Великий восставший в сете каменной кожи. Есть чемпионы, которые сейвят команду и дамагеры с очень высоким параметром крита. А тут уже все интересней. Босс распадается в момент. Но к 25 этажу нужно сильно запариться со шмотом и достать чемпиона с тибафом на смешка. Любая из тактик вполне простая. Единственный затейк это получение нужных чемпионов. Экипировать чемпионов тоже я бы не сказал, что сложно. Кроме сета каменной кожи. Но там нужно просто собирать защиту и заточиться. Тоже холодное сердце можно достать легко. Остальных чемпионов подбирайте по необходимости. Я сам первые левелы задавил мясом. А потом уже начал подбирать группу с нужным набором параметров. Да и кстати, набор чемпионов, который мы предлагали новичкам, тоже неплох против Акумори. Артак накладывает выжигание здоровья. Громобой урезает шкалу хода противника и дает воскрешение с бафом защиты. Ченору дает слабость целям. А Леди Квилейн будет неплохо дополнять всю группу своим заполнением шкалы хода. Не забывайте, что получить эпик героя в Raid Shadow Legends можно по ссылке в описании. Переходите и берите самых крутых эпиков в свою коллекцию. Спасибо, что смотрели. Подпишитесь на канал и поставьте лайк. А также я подобрал для вас два интересных ролика, которые советую посмотреть. Всем пока!